Баскетбольный клуб «Атом» Мы играли сегодня против Сарова. Это лидер чемпионата. Они всегда борются за первые места. Мы пока в подвале турнирной таблицы. Пытаемся оттуда выкрикаться. Поэтому ехали, так скажем, аутсайдерами. Но хотели показать достойную игру. Надеюсь, у нас это получилось, несмотря на счет. На протяжении матча сохранялся отрыв 15-20 очков. К концу игры саровчане поднажали и смогли увеличить разницу заброшенных мячей. Итоговый счет матча – 78-45. Настрой был хороший. И установка была бежать с первых минут матча. В принципе, мы ее выполнили. Играли в быстрый баскетбол. Ну, где-то были ошибочки в защите. Мы поправили. В общем-то, в целом, игрой доволен. Физически ребята готовы. В этом году «Атом» усилили двумя молодыми игроками – студентами с РФТИ. Также в клуб пришли несколько опытных игроков. Задачи перед ними те же, что и в прошлые сезоны. Победа в чемпионате и выход на чемпионат России в ПФО. Регламент в этом сезоне привычный. Сначала команды играют в двух группах – Нижегородской и областной. По результатам групповых турниров из каждой группы выходят по четыре лучшие команды. Затем финал четырех, где встретятся сильнейшие клубы. По результатам чемпионата области, если ты там чемпион, бывает, что дают Нижегородскому чемпионату две путевки на чемпионат России, Приворску, Федерального округа. То есть собираются чемпионы Пензы, Приворск, Самара и так далее. А по результатам уже федеральных округов чемпионатов уже топ-16 команд со всей России собираются лучшие. И это уже суперфинал. Сейчас «Атом» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата. В его активе – 7 очков. Возможно ли создать в городе специальные маршруты для велосипедов и средств индивидуальной мобильности? Этот вопрос народные избранники обсудили с представителями администрации. Инфраструктура для велосипедистов активно развивается во многих городах страны. В самых крупных из них создают целые сети маршрутов для путешествий на двухколесном транспорте. Весомое преимущество велодорожек, безопасность передвижения, риски попасть под колеса авто здесь минимальные. Вопрос, применима ли такая практика к нашему городу, обсудили депутаты на заседании рабочей группы. Понятно, у нас город достаточно компактный застрой, как я уже сказал. То есть уже сложилась народная транспортная инфраструктура. То есть для того, чтобы проложить подобного рода дорожки для велодвижения, конечно, это еще нужно в старой части города. Изыскать такие возможности, если они у нас есть. Для новой части, где особенно новые застройки идут, то есть такие возможности у нас потенциально есть. В ходе обсуждений выделили два блока. Первый о создании маршрутов по городу для сыровчан, которые хотели подобираться до работы на двухколесном транспорте. Второй же относился к развитию в городе велосипедных зон отдыха. Оба варианта потребуют существенных затрат из городского бюджета, считают представители администрации. На первом заседании мы решили пока провести опросы населения по частоте использования вело- и мобильного средства индивидуальной мобильности, по вседневной жизни, для досуга, для посещения работы. Второе, соответственно, на первом этапе это опросы. Второе, администрация рассмотрит возможность создания, выделения зон, соответственно, на магистральных пока улицах, где идут основные потоки велосипедистов, потоки транспорта. Решение второй задачи позволит приступить к формированию замкнутых веломаршрутов. Впереди предстоит большая и кропотливая работа. Заседание рабочей группы пока первый, но важный шаг к созданию в городе комфортного и безопасного пространства для велосипедистов. Воспитанники Икара вернулись с наградами с чемпионатой первенства Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Тимофей Пронькин занимается прыжками на батуте шестой год. Родители отдали мальчика в секцию спортивной школы Икар, чтобы направить его детскую активность в правильное русло. За годы обучения Тимофей неоднократно занимал места на региональных и городских соревнованиях по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. На чемпионате и первенстве Нижегородской области Тимофей также показал отличные результаты и взял золото в своей возрастной группе. Перед этими соревнованиями были еще и городские, и даже на городских соревнованиях я прыгала комбинации лучше, чем на этих. Мы их облегчили, поэтому готовиться было неделю всего лишь, и не особо усилия затратил. У меня было мало соперников, в том числе из моего города, а еще я был спокойным и вообще не волновался. Мария Шабурова занимается в секции прыжков на батуте 7 лет. Как признается девушка, с самого начала акробатика зацепила ее красотой и ощущением экстрима во время выполнения элементов. Мария – неоднократный участник областных соревнований. На чемпионате и первенстве Нижегородской области батутистка заняла первое место. В планах у девушки – выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Физически я начала усердно готовиться где-то в начале-середине ноября месяца, а морально я особо даже не готовилась, потому что это не первый опыт. Я себя никогда не настраиваю на победу, потому что обычно, когда я так делаю, у меня ничего не получается, поэтому я настраиваю себя на то, что мне нужно просто хорошо выступить. Более 30 спортсменов спортивной школы ИКАР выступили на чемпионате и первенстве Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Многие батутисты поехали на выездные соревнования впервые. Традиционно с Нижнего Новгорода спортсмены секции прыжков на батуте приехали с целой россыпью наград в разных возрастных категориях и новыми спортивными разрядами. Сначала у меня получалось, потом некоторые я бывало, что я заваливала. Ну, теперь вот, получила результат. Цель – побеждать всегда, занимать места призовые. Уходила на тренировки, разговаривали, обговаривали, как делать все, какие комбинации, элементы. Чемпионаты первенства Нижегородской области – последние соревнования для батутистов в выходящем году. 2022-й стал для спортсменов насыщенным на участие в соревнованиях различного уровня, победы и серьезные результаты. Личные результаты выше были. У нас вот и округ выиграли, мальчики там все первый, второй, третий заняли. Мы лично постарались в финал, все вошли, четыре человека. Чемпионкой стала у нас Давыдова Тамара на округе в этом году. Чемпионка округа в индивидуальных прыжках на трамплине. Вот, по мастерам выступала. Следующий состязательный сезон батутисты откроют в новом году. В феврале спортсмены будут защищать честь города на соревнованиях Приволжского федерального округа в Оренбурге. В спортивном комплексе «Юниор» прошел финал открытого чемпионата города по баскетболу. В состязаниях участвовали команды в НИЭФ, предприятия и организации Сарова. Саровская баскетбольная команда «Полет» существует уже около семи лет. Игроки неоднократно выезжали на чемпионаты области, участвовали и в местных состязаниях. Команда всегда выходила в призеры открытого чемпионата города по баскетболу. Но в этот раз фортуна была не на стороне баскетболистов. «Полет» занял четвертую строчку турнирной таблицы. «Есть у нас тренировки два раза в неделю. Уходим, играем, тренируемся, броски тренируем, где-то комбинации. Мы всегда были в призерах, но сегодня не удалось нам войти в тройку. Сами видели, была игра напряженная». Баскетбольную команду «Жемчужина» образовали молодые спортсмены в запасе. В этом году «Жемчужина» дебютировала на городском чемпионате. Вышла в финал и поборолась за третье место. Игра за бронзу была нервная и напряженная, так как команды полета «Жемчужина» шли почти наравне. Разница в финальном счете была всего в два очка в пользу «Жемчужины». «Настрой был боевой. У всех парней горели огни в глазах, скажем так. И был дружный коллектив, который способен обыграть любого соперника. Я вот сегодня это увидел. Эмоции сумасшедшие. Я думаю, там сейчас раздевалка разносится. Еще лучше, что сегодня день рождения баскетбола. 21 декабря – это день рождения баскетбола. Вот поэтому там очень хочется уже команды. В открытом чемпионате города по баскетболу участвовали команды в НИЭФ, предприятии и организации «Сарова». На паркет баскетболисты вышли в начале ноября. За это время прошло 43 игры. В финале за лидерство чемпионата столкнулись команды «Союз» и «Звезда». С самого первого тайма «Звезда» хорошо повела игру, вырвалась вперед и по итогу взяла золото чемпионата. А лучших игроков пригласили в сборную Саровского баскетбольного клуба «Атом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова